Закрыл рот Пси. Молодец. Одесская катакомба. Тут были партизанские отряды во время Великая Честная Войны. Температурка такая, похладненькая. Этого не было во время Великая Честная Война. Мне это уже современно поставили. Все четко. Цветочек. Это типа летучие мыши такие. Это самодельные. Ну раньше они туда были какие-то? Конечно они. Раньше конденсат видно, видишь? Так добывали. Так добывали. Ракушняк. Видите, мужичок такой стоит перед пилой. Вот такая вот штольня там. Серьезно. Такая пила. Дружба. С такими зубьями. А тут холодно, да? Ну холодновато. Как в погребе. Ну видно конденсат везде. Мужичок. Это провода вон все мокрые. Вот смотри, видишь конденсат. Куда они ушли? Так они пошли дальше. Пошли, пошли. Тем не день. Ого. Вот тут снимали ликвидацию, по-моему. Тут ликвидацию с ним. Он стрелял здесь чуть-чуть туда. Оба там еще дальше. Видишь? Стрелка видишь, брат? Да, вижу. Да, тут конечно потеряться можно легко. О, тут академик сидел, слышишь, брат? Да. Ну да, вот тут он. Мясорубка такая, я не знаю. Все, все, все. Так, я вижу, что зашли все. Мясорубочка такая. Тихо. Не попытайтесь сделать тихо, чтобы все, кому интересно услышали. Я не могу переключать. Вас очень много. Что мы с вами прошли? Мы с вами прошли кухню, зашли мы в кладовку, да? Вы увидели в кухне печь в углу, надеюсь, увидели. И у печи, естественно, труба. Труба пробивала эту яру. И дым рассеивался на верхнем яру. Здесь у нас два яру. Конечно, на такой печи, чтобы что-то приготовить, надо очень много дров. Здесь тут дрова-то взять. Да? Тут дров взять негде. Поэтому долго этой печи не пользуются. А пользуются без кухними, да? И все такими керосиновыми применками. Зато ведь тоже освободительство было. Наверное, запасы. Потому что плечи... Здесь надо доллары оставить. Валенцы, где-то за полный раз. Нет. Уже нет. Но слушай, когда еще кушают, то наедят. А когда кушать печи, то еще отгорело. Поэтому проблема у нашего отряда была продовольная. Валенцы. Валенцы. Так выручали они сами себя. Наверху поля не убраны. Бои за Одессу. Это август-сентябрь. Кукурузные поля, кормовая свекла. Молоча. Несколько человек выходили. Собирали. Это все приносили сюда. Вот у нас жердом. Для того, чтобы кукурузу молоть, да? Сухую получать кукурузную муку. И во время от времени кукурузные муку берли лепешки под кукурузку. Раскалили эту бочку. Как-то там дым еще взяли, да? Она раскаленная. Для нее много дроб не надо. Можете расти для раскаления. И лепешки прилетели, а не в цепле. Но потом это стало роскошью. В основном сделали такой вот киселеобразный суп. Латура называли. Берешь кормовую свеклу. Расказывали ты. Мелко режешь. Кипятишь несколько минут. Потом две-три ложки кукурузной муки туда и замешиваешь. Да? Делаешь как кисель. Постоленый. Это то, что их поставило в воду. Водки везде в воду. Чтобы так глубоко попадал воздух. Но мы еще не сильно глубоко, да? У нас там вход, там выход. Там еще пару выходов. В воздушные колодцы есть воздух. Когда глубоко, 40-50 метров, без воздушных колодцев. Никак. И воздушный колодец я вам сейчас покажу. Сейчас погруппа совсем уйдет. Мы ниже опустимся. Мы ниже опустимся. Сейчас мы где-то находимся в глубине метров 7. Мы опустимся на 4-5 метров. Разрешите. Я знаю. Это что завалится уже? Да, все. Ой. Пасно. Я вам планирую. Аршавина. Пасно. Да, я думаю, это завалится. Все. 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 Вот, все. Ну да, если только плену хорошо, я думаю, да. Это то, что это ваша эрита. Академия. Это ваше эрита. Опа, полпроседия. Полпокери. А там еще жарно. Кабель видишь? Или тут по кругу возвращаются? Не могу понять просто. Посмотрим. Идем дальше. О, глянь. Суеверные бросают. Да, мы слышим, мы слышим, говорите. Тихо. Спокойтесь. Тут, так понимаю, спали ребята-солдаты. Такая у них кровать такая. Для тех, кто имеет хорошую кровать, вот для сравнения, на чем спали солдаты. Сено. Плащов какая-то. Сапоги вот такие яловые. Лампочка. Ну, лампочка современная уже вставлена. Понятно, что все не сохранится. Такое. Такое. Седалище. О. Тут тоже, видите, такое. Тут тоже можно идти. Да. Тут потеряться можно конкретно, блядь. Там дальше тоже можно идти. Ага. Ого. Туда. Да, еще второй этаж типа, да? Тут такая радиостанция осталась еще. Тут тоже ребята спали. А дальше-то что? Да. А дальше-то что? Так. О. О. Тут мемориал такой. Вот такое видео. Мемориал такой. Угу. 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 Триок. limitнemas. Недentedет. Угу. 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 Ходаев. Все. Угу. Угу. Трикин. а думаю тоже это было а вот же трилляж я понял эти шампуни здесь разные это умывальный смотри видишь супер смра мрамора с мрамора ребята когда была война это было это было люкс вообще реально на то время когда мы зашли комната отдыха то есть в основном они свое время свободный отряд проводил здесь потому что освещали это керосином они смогли поиграть шахмат шашки почитать книги послушать музыку подпеть поговорить друг другу почитать старались тишину вот эту абсолютную голосами с вами очень на психику действовала на нервную систему вот поэтому любили они петь говорить и вслух читать но вместе с тем они печатали на печатной машинке новости и на маленьких листочках листовки и ночью разносили разбрасывали в селе в городе у каждого свое место работы было разбрасывать эти новости как они узнавали новости а потому что рация была вообще вот она рация вот такого типа не была рация владимир молодцов он был профессиональный военный разведчик специально сюда был прислан еще во время обороны когда стало ясно что одежду оставят для того чтобы он организовал партизанский отряд и он его организовал но каждый вечер примерно пол двенадцатого корреспондент номер двенадцати выводил эту рацию где-то на поверхность да уходили кащие километры в сторону выводили где можно на поверхность потому что пеленгаторы работают каждый раз в разных местах и передавали информацию которую им сюда приносили разведчики из сел и городов которые по всей стране в Трансмистре то есть верховая часть отряда разбивчики приносили им информацию они ее передавали по рации в штаб в Москве который находился оттуда они получали информацию что происходит и хотя Румыния по радио да румынская же территория была поэтому радио это румынская газета это Румынская интернета не было на тот момент и телевизора еще не было поэтому вся информация властями Румынии давалась а что они рассказывали война окончена Великая Румыния собрала свои земли люди радуйтесь вы подданы Великой Румынии вот и все для чего чтобы не помогали партизанам чтобы спокойствие было в городе вот партизанам это точно было невозможно бороться с оккупантами надо и поэтому вот информацию которую они получали по рации они писали печатали и распространяли в городе вот так работали вопросы теперь пожалуйста ваш а вот наружу они не звонили у них проводные телефоны у них на баррикаду штаб и вот там где охрана комната охрана провода под землей просто вот это клятва написана мне к сожалению отсюда плохо видно и кому интересно могут почитать нам если вам всем интересно я могу ее вслух почитать давайте я подойду только ближе что мне за вами не видно этого текста давайте прочтем я подавали те кто вступали в отряд я гражданин советского союза верный сын героического советского народа красный капуста даю партизанскую плясу что буду решительным и беспощадным врагам не выпущу из рук оружия пока последний фашистский гад на нашей советской земле не будет уничтожен не щадя крови и самой жизни восхоженные города еще смерть сетей наших запреты насилия издевательствами я клянусь что кровь за кровь смерть за смерть это слова из украдки я клянусь что скорее умру в жестоком бою с врагом чем предам себя свою семью и весь советский народ враг по кровавому фашину случайно слово враг на чем нотизм базируется на том что одна нация лучше чем другая это оправдывает враг вот раз они лучше орийцы они решили что орийцы лучше всех а вот славяне там славяне, евреи, цигане у них своя была градация одни второсортные славяне попали во второсортные враговы вот такие это они такие что они решили решили пошли дальше пошли дальше пошли дальше или бозон закрутится хунинский 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 смотри жестянка такая Брежнев вы меня слышите это ленин Жесть такая, ты что? На то время это была вообще находка, это прекрасно антенка и что-то. Ты что, сколько здесь разных ходов? Это, понимаете, зная боевое, да? Штаб, штаб, штаб. Советский Союз, видишь? Знаешь, что запрещено, запрещено символикой, да? Ну, это, я тебе скажу, что... У вас Польша тоже запрещена, да? Советские флаги запрещены. И фашистские... Тоже запрещены? Да. О, я, ну, это... Вооружение склад. Ну, это макет, я вижу. Это не боевое оружие, макет. Угу. Что, боевое оружие нельзя? Мы полицию не сильно любили, потому что, знаешь, мы будем... Вылить на дирай, грамот, можно... Да, возможно, это то, что не раз. Пулемет Максимова, Максимка. Что, что езжаку? Сейчас нам здоровки не помогут, поэтому экспериментируйте. Да, Роман, что мистил? Спасибо. Роман уйдет, растет. Да, да. Он стоит змеется. Нужно и выпить. Да, фу! Ты что? Это диастанция. Пулемет Максим. Мина, видишь? Каски. Это мина такая, из консервной банки. Прикинь. Ян, я говорю, мина из консервной банки. Да? А там что? Кто-то конфеты положил. А это противогаз уже кто-то доложил. Это уже современный противогаз. Там, блянь, там стрельбище, блянь. Я типа вижу. Видишь? Типа стрельбище. Вот такое. Опа. Кто-то баночку уже поставил. Видяется нюх. Ты знаешь, как эта лампа называется? Нет. Светлячок. А? Светлячок? Нет. Эта лампа называется... О! Максимка. Баррикада. Так. Короче, они стреляли, наверное, по этим, по людям, которые... Ходили. Ага. Такой ствол. Запаяли? Такой. Ну там ржавый уже всё. Так. Я и ценю. Кофе. Да. Уху-ху-ху-ху-ху. Уху-ху. И так, да, были подруги вот с такими обчатками. В катакопах прятали только партизаны. Молодёжь, от 12-ти лет начинали уводить правку. Да. Поэтому подруги прятались. Идреи, которых просто убивали, с того что они имеются. Да. Да. И поэтому очень много людей. Когда Одессу освободились, катакоп вышло 20 тысяч долларов. Так, какой-то вопрос был у девочки, да? 20 тысяч человек. Меня спрашивают, что обозначают вот эти точки. МТ-27, много такого. Маршрутная точка 27. В советское время музей поддерживался государственные средства домашних. И было 5 маршрутов. 5 разных маршрутов на разных уровнях. И вот эти точки, они давали возможность ориентироваться на каком он находится маршруте, да? Не забывайте. Еще вопрос. Сейчас около 10 метров. Вот подойдем к колоду, там мышь на 10 метров, что там можно было смотреть, да? Скажи, я сейчас... Вся сторона. Это вмыться. Это типа... Я как-то не признаюсь, когда иду. Нормально. А так? Вообще идеально. Давай, идеально. Да, да. Я повторю. Спокойно, подруга. Спокойно, подруга. Девочки. На дискотеке будет медленный танец. Там поближе познакомьтесь. Так оно тут по приколу. Ага. Так темнота. Это темно, романтика. Я вам покажу свет везде. Ничего не слышите. Да, реально. Темнота друг молодежи, в целом не видно рожи. Темнота не видно рожи. Темнота... О-о-о. 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 Красный хрест. Ой, блин. Медпункт. Жесть. Идем дальше. Идем отсюда. Не люблю такие места. Чего? Что дальше? Что дальше? Чего? У меня это было в один колодец. Там вода в них, хорошая свежая 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 свежая? Ну, просто я подумаю, что можно увидеть вас? Сашка с качем? Ну, там где-то иди, а где-то или какими сторонами? А, книга! Здесь несколько лет назад был художественный салон. Еще квартиры кстати от тех пор оставали. И какой-то квест, это относится к тому, это не к музею, не к партизанам и не к рабочим, это вот к этому художественное сохранение. А мы будем той же дорогой? Нет, мы сейчас выйдем по лестнице, наверх поднимемся, у нас будет 70 ступеней впереди, мы будем подниматься. С правой стороны. Уже был здесь, да? Нет, я никогда не был. Не-не-не, я имею ввиду, ты раньше прошел, нет? Ты ходил-бродил? Тут есть места, которые нельзя заходить. Пол, да? О, нет. Жестен. Мы притормозим, а потом сейчас полгруппы потеряем. Она разогналась уже. Холодно, правда? Основная база. Основная база на глубине 45 метров. То, что мы видим, мы видим музей. То, что партизаны избавились в полекомнатной охраны, колодец, да, баррикаду. А все основное было там, но там затоплено водой. Там опасно, да? Там затоплено водой. Вообще-то? Да, там спускаюсь, чуть по лестнице там вода стоит. Водичка. Что это такое? Это вода здесь, да? Ну да. Вода есть, да? Да, да. Это бассейн. Орли. Шестянки. Они сауну там делали. Третий отряд. Третий отряд. Да, третий. Третий отряд. Да, третий отряд. Он сделал армию свою, да, то есть народ мобилизовался. Хочешь-не хочешь обычно об этом не спрашивают, да, перед армией. Я думаю, вы знаете мальчики об этом. То есть была такая славанская фашистская дивизия, и они базировались в Одессе. Около 200 человек присоединились к отряду Дроздова. И картинки делали в основном в Словакии, но наши тоже делали. Вот первая картинка, она наша, по-русски надпись, прием генерала Гитлера, карикатура на Гитлера, скорее всего, на Паулюса. Генерал Бельмаш, он первый арестованный, которого взяли в плен, и его армия. Он пытался взять Сталинград. 43-й год, февраля здесь. То есть в 43-м году появился. Как они попали сюда? Смотрите, там их вырезали, здесь сделали в ямы и фуровали. То есть они сюда просто перенесены. Это подреставрировано. Здесь у нас герб Словацкой Республики, герб Советского Союза. Подпись Густ Безак. Как раз он один из тех словаков. Густ это Густав. Густ это Густав. 1944 год, 1 апреля, у нас дата есть. Одесситы, если есть, они знают, когда Одесса была освобождена. 10 апреля, да? У нас есть площадь 10 апреля в городе. То есть 44-й год, 10 апреля город был свободен. Им оставалось до освобождения 9 дней. Они, кстати, принимали активное участие в освобождении Одессы. Очень многие из них погибли. Я про Словакию. Веселая Великая Ночь. В латинице написано. Понятно, что тоже Словакия. Веселая Великая Ночь. Это пасхальная ночь. Кто знает, кто был в это время на Западной Украине. Там тоже есть эта традиция. Обливной, по-моему, понедельник называется. Обливают девочек водой. Но у нас утратили суть. Обливать надо ту девочку, которая нравится. На которой ты жениться собираешься. Понимаешь, не просто так. Если она тебе в ответ подарит прокрашенку, пасочку, все. Осенью будет свадьба. Вы сговорились. Если ей нравится другая. Бывает всякое в жизни, да? Она пойдет домой, переоденется в сухое. И будет ждать своего другого. А ему придется на следующую пасху. Дайте себе другую девочку, пожалуйста. Не поручить голову. Не нравится, не нравится. Нет, насильно мил не будешь. Девушек много позднее, много. Все, в конце концов, найдут свою пару. Картинка о любви, о нормальной жизни, не о войне. То есть война у всех здесь. И войне скоро конец. И конец нашего путешествия под землей. Мы сейчас в самом глубоком месте нашего музея. А банка будем, да? Нет, здесь глубина 14 метров. То есть над нами слой хорошего, качественного камня. Пятиэтажный дом примерно. Игра весь сейчас? Зачем же ж не будет. Сейчас, да, я тебя скажу. А что там написано? Можешь помочь? Веселая Великая Ночь. Пасхальная Ночь. Сейчас у нас метров через 30. Наверх винтовая лестница. И там наверху музей. Мы там посмотрим фотографии, плакаты и находки, которые были сделаны и в катакомбах, и в окрестностях. Вы, наверное, привыкли. Постоянно вырубают. Олежа, 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 что я отвечаю, будешь? Приду из Олежа. В который раз? Мы привыкли. Вы, наверное, привыкли. Постоянно вырубают. Постоянно вырубают. Постоянно вырубают. Постоянно вырубают. Атель. Стадион. 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 Постоянно вырубают. А что вы покупаете? Постоянно вырубают. Постоянно вырубают. Пистолетов. Пистолетов. Мангсер. М32. Макет. Панал. Макет. 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 Паркет. Терпешат.